сегодня у нас 14 октября 2015 года это мой работ въезд в потеряевку в деревню поселок вот новая дорога которую построили с божьей помощью песком посыпанная вот наш огородчик и мы картошку садим вот это вот здесь мы решили рядом с дорогой прожить траншею чтобы вода уходила чтобы дорогу не размывала вот иначе наш трудится никита колесников брат наш от собачка батюшкина отца якима тоже играется поддерживает нас он наш брат виктор идет школу пошел учить видимо тихо тихо не мешайся ну ты чё отстань ты от меня такая молодая энергия много глупая привязали в оградки оградку не закрыли наше не беру батюшки не походя не поиграть пришла беда давать песок он просто не камень отвлек так она грызет землю-то она грызет как это земля да она ей нужна тут она леял там песок прямо глотал в полной пасте ну как нам не хватает народа сережки ехал по делам своих и опять же за старое как в беремне жить хорошо всегда работаюсь в город еще знает вода течет а здесь вот она оттекает и там задерживается и вот сейчас считаю сколько тут почти по коленах глянь сколько она бьется не возьмешь киркой киркой приходится долбить по всему похоже тут была дорога раньше потому что лишь как усиленно щебнем не щебнем а этим грязным таким твердым материалом кирпичики смотри я когда беру на нем запах остается а это и приятно а раньше тут копали канава-то по сходину-то возле батюшки канава спустя 80 лет ее примера рост вот такой рост вот такой вот это ширина какая она была вверху то чтобы такая она же идет на конус вот это рядом линия у нас делали вот береза с двух сторон ну это ветла ее делали это где-то уже тут ближе к перестройке и перестройка это все по-другому поставила и вот эта ширина ее поверху только 10 метров теперь откосы возьми какие-то метра по три по четыре высота в рост человека это насыпь ну по всем правилам ее делали это потеряевка рядом проводили там лага они завезли трубы трубы то такие слабенькие кольца то они все лопнули видимо так для отмазки делалось и перестройка все прекратилось это шли шла на страссы мамонтово 16 километров до нас сейчас проезда нигде нет это вот за свой счет нынче мы вывели тут вообще ничего не было колея такая вот водой наполненная кто бы не ехал застрянет вот вывели 270 метров так это в какую цену то вошло сколько мы тут бьемся проводим все сами так что государству конечно не до нас обращение ни к чему не приводят решили хотя бы из деревни выезд сделать очень застряли тут не не проезда нет щепня нету заплатили не дерево я сейчас прошел мне не хватает 41 а мы там заплатили дополнительно они не дали 69 69 не могут привезти именно распил везу сосну дряблая всякая нам уже первосортная мы заплатили почти четыре раза дороже норма 4 который у нас тут берут все дальше отхилили на не гнилье потому что под воду дальше обрабатываем обработкой а уже чё будет результат паводки воевода то никто не знает вот это тебе не компьютер игра это работа настоящий сегодня пошел игорь выгоняет скотину я говорю сказали же вот этот пруд храмы с той стороны загородили а тут у нас некогда скотину то не пускайте сюда опускайте там где костер там 70 метров берег для коров коров мало вещах мало ну и там пойти на панопе мне который пасет сегодня же не а где должен поить я вроде мы сказали там здесь никак нельзя они когда здесь спасут они растянутся дохуй двое позови ребятишек смотри чё делалось разгребает нашу теперь я буду заваливать что она на беда кузова то она не дает и что балуешься она в другом месте нельзя это делать это никакой помощи от этого нет не хорошо у нее талант мышек видимо ловить вот такие наши помощники ну чё чё ну хватит 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 она хочет чтобы я лопату сбросил ну я дам ну ладно дам там мы еще дальше вот она я бросила еще дальше она тебе интересно в моих руках еще дальше вот так дальше я уже месяца 8 наверно она большая у всех пород которые проверяли оказалась немецкая восточноевропейская самая умная собака самая красивая и какая это щепрак с подпалами вот она щепрак вот так она нам мы вчера выравнивали она вот дальше дорыва она думает где легко роется легко достается там как раз ничего и негде легко только труды ну пошла ну как ну как по полосу одно это нехорошо нехорошо уходи мама мама она Кабису схватила у меня удрала, сколько как отлёк, нашёл где. Ну-ка уйди отсюда. Ну-ка дурить начинаешь. Ну-ка. На-на-на. Вот как маленького ребёнка. Надо отвлекать куда-то. Вот почему я говорю. 21 тысяча порушенных деревень. Все эти работы, дети знали, работали. Вот сейчас вот такая у нас трасса, это 5,5 метра получилось у нас самостоятельно. Вот сейчас щебень заплатили. Всё это сами. Ну, конечно, помощники там где. Ну и сейчас вот, которые смотрят это, там что-то имеют ко мне и прочее. Ну вы-то можете что-то сказать, показать. Тебе видно, нету на этом? Я вчера сделал, как красные 4 солгушка. Покажи, чтобы люди не промахнулись мимо нашего тоннеля. Не попали в траншею. Вот вчера тут холодно, не холодно. Привёз один большой нож. И ножом ошкурил. Ножом перерубил эти жерди. Ножом всё это делал. И вот герматин красный. Гвозди привёз, пробил, чтобы люди были. Видишь, какая она ровная была теперь. Ну и те, которые смотрят, дайте мне знак. Кто из вас делал сам от начала до конца трассу? Ну не 270 метров, но хотя бы 100. Не дорожку к дому, нет. А именно для машин, чтобы бульдозер был. Самое интересное, обычно люди, когда расстаются, ну наёмник там, и они друг друга не знают. Здесь у нас Сашенко Алексей Александрович работал, бульдозерист. Там в интернете стоит где-то. Вчера сидим за столом, он звонит. Знаете, как это приятно, что человек не безразличен. Он увидел, что к нему другое отношение, чем везде. Он говорит, там жил, как никому не нужно. Здесь конкурс устроили, кто накормит лучше. И баня ему, и всё же человеку было. Да ещё и подарки, да ещё и премиальные дали. Сколько стоило? Ну он побыл 8 дней. 110 тысяч пришлось заплатить. Только с чистыми деньгами. Не считая там другие расходы. И вот он звонит. Я спрашиваю, как дети книгу-то, трёхтомник Нового Завета с полным толкованием. Всё ещё смотрят. Ну, 240 иллюстраций. Расспрашивает о наших делах. Его видно, что он очень простой человек. Я спросил про начальника Валерия. Говорит, да я давно не был там в Барнауле. Он какой-то там район. Сейчас я не могу сказать. Вот как. И этот был тоже Грейдер, тоже Алексей. Тоже ему подарок сделали. То есть у нас везде друзья. Подарок пробивает дорогу. Такой подарок наш. Это не 2 рубля. Это не в деньгах дело. А в уникальности. В нужности. Новый Завет. С полным толкованием. По святым отцам. Густава Даре. 240 иллюстраций. 230 и 10 пластика. Видишь, как всё интересно. А в городе... Ну он работает и работает. Здесь, именно здесь он работает. И которые судят. Вот они. Не судите. Так вы и не судите. А то все слова извращает. Вот. Сатана говорит, я не сплю, не ем. А вот это там и нет. Он сказал, смирения нет. Это житие Антония. 17 января. Ничего не знают. И вот начинают подыскивать все какие-то вины. Вину против меня ищут. Ничего этого нет. Это вы свои грехи мне навязываете. Когда умирал святой Тарасий. Тарасий. Патриарх. То дьявол представил ему грехи. Тяжкие грехи. Ну какие тяжкие? Как правило, убийство, прелюбодеяние. А он лежал уже, умирал и говорит, всё это обман. Ничего этого не было. И дьявол сгинул. И я своим, которые нападают, я им скажу. Ничего этого не было, что вы придумаете. Зашли ко мне в дом. Да-то мой дом. Ресурс себя составил. К вам я не могу зайти. Потому что вы нет. Вы как бомжи. Шатаетесь. Где-то приспособят свою. Там какой-то материал. И то там. Ну против нас. Ну раз, два, три. А дальше тебя знать никто не знает. Ты доброе покажи. Конкретно. Вот души. Вот я показываю. Вот Володя Пащенко. На себя направил. Вот он снимает. Он как бомж. Приехал. Ничего нету. Не знаем всего. Никита приехал. Каждый день над ним идёт работа. Так я могу показать общины. Не только здесь. Друзей по всему миру. Ну а вы покажите. Вы зашли в мою общарню. Ну как. В мой мир заходят. И смотрят. Кто мои друзья. И на них. Ну кто на меня выходит. Там видно. Когда он был-то. И начинает им. С первой минуты даже. Вот как Никите. Такое наворочил. Там есть такой. То ли он священник. То ли под именем священника Сергей Дудин. Что он там дует. Что он на меня имеет. Прости. Если ты священник. Ты же алтаря. Руки поднимаешь. Флудер настоящий. Хакер. Батхер. Я уж умоляю. Прошу. Отстаньте от меня. Вам пользы никакой не будет. И никогда не будет. Потому что. Ты стоишь у престола. Руки поднимаешь. А такую ненависть имеешь. Я что могу сказать. Злобная бездарность. Когда люди так поступают. Злобная бездарность. Ничтожная бесталантность. Ничего нет. Они показать не могут. Люди судят. И бог по делам. Какие дела. Я могу показать. Сколько выкинул сегодня грунта. Конкретная работа. А это ничего нет. Утишьтесь. Дорогие мои. Не надо этого делать. Страна трещит по швам. Православные люди. Доигрались с Украиной. Сколько там погибло. И сейчас травят еще. Ты не православный. Ну ладно. Я не православный. Да. Миссионер. Нет. Лже миссионер. Все. Согласен. Согласен со всем. Ну и успокойтесь. А вот он лжец. Там лапки. Лжец. Ну успокойся ты. Заради Христа. Что тебе от этого. Ну лжецы. Лжецы. Я за это отвечу. Пойду покаюсь. Прости меня господи. Я не знал. Добрые люди подсказали. Что я обманщик. Обманщик. Лютый. Людей обирают. Квартиру отнимают там. Ну как пишут об этом. Я сотрудник ЦРУ. Другие говорят. Нет. Он сотрудник и КГБ одновременно. Он давно уже подписан. Другие говорят. Что я занимался экстрасенсорикой. Много лет учился у колдунов. То есть все что попало. А что это. Легион. Христа в чем только не обвиняли. Не обвиняет сегодня еще. По сегодняшний день. И вспомните что об этом говорит Достоевский. Я не нашел в мире ничего прекраснее Иисуса Христа. Прекраснее. Мужественнее. Если бы кто доказал мне что Христос и истина несовместимы. Противоположны. То я лучше бы остался со Христом. Нежели с истиной. Я вольный такой пересказ говорю. Именно так. Я нашел Христа. Он меня избрал. Я помазанник Божий. Не прикасайся к помазанникам Божьим. Вы можете что угодно говорить. Но то что я помазанник Божий. Я христианин. Это несомненно. Я помазан святым миром. И вот. Ничего я им не могу сказать. У меня каждый день 2-3 ролика. У них ни одного. Притом ролики наши. Мы не воруем. Я знаю что они лютуют. А зачем это. Это не надо делать. Что там говорит. Никому не надо. Тем более христианину. Тем более священнику. Тем более служащему. Сколько препятствий было остановить эту злобу. Вот как будто бы. Как одна яд ехидны. Прям всякую пакость. Говорят. Заходят. Матерят меня. Матерят. Матерят. Не просто говорят. Спрашивается. Зачем. Зачем. Они натравлюют других. Кто у меня в друзьях. Они стараются их совратить. Оболгать. Ну который был там в шатке то. Он и без вас ушел. Не знал вас. Вы понимаете. Вы хотели отравить. А он не отравился. Ян Затаус говорит. Женщина намазалась. Но никто не подошел. Ты все равно ответишь за эту. Ты яд приготовила. Губы накрасила. Смотри. Пока не уберу. Не стукни. Ногу сразу отрубишь. Пойдем-ка я тебя отведу домой. А. Она как раз подошла сюда. Сейчас я отведу ее. Ну-ка подожди. Ой. Какой хороший комочник. Сам бы ел да. Тебе хота подарить. На. Вот так. Вот. Давай. Руки отдали. Ну надо как-то отвлечь. Блин. Я попутно всегда это говорю. Такая короткая жизнь и чем занимаются. У меня переполненный день. Делами. И вечером. Сегодня уже со сколькими людьми встречались. Так это. Подожди. Ты проверь сначала. Где она подойдет. Не рубить чтобы это. Ну может сбоку как-то. Это рубишь кирпич. Я его натащил. Он в дребезги затупится. Ну попробуй вот так вот. Сбоку или как-то зайди. То есть найди. Может быть где-то лучше. Она не будет камни резать. Ну да. Ну вот так и ковыряй. Нет. Нет. Не получится. Надо киркой наверное. Так. Все. Видишь. Ты сел. А. И не знаю что. Садиться нельзя. Ну ходи туда. Ну как. Рана. 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 Ну как. Ой какой камушек. Хороший. Даже обещательный. Рана. Гляди. Это пеноблок. Он мягкий. Он мягкий. Он мягкий. Ну главное что он. А мягкий. Да. Он мягкий. Это ещё. Наверное от силикатного кирпича. Нет. Это пеноблок. Газоблок. Они мягкие. Они воздушные. Нет. Жалею, потому что тащу инструмент. Я тащу вручную. Мне тащить трудно его. Вот так все. Какая наша работа. Это привет я надаваю. Тебе канавку заузил, Никита. Она шире идет. Сзади посмотрел, видишь. А в городе там наемная рабочая работа, так ему все чужое. А нам это все дорого и близко. Так, не ты, тонко. Подожди. Уходи. Давай. Да замечательная собачка. Да вот она моя молодежь. Какая она у нас. Ой, руку лишит. Да какая красавица. Позанимался я с ними, потратил время много. Давай. Игорь гуляет, солопает. О, пошел. Давай. Я бы ее убил. Но интересно, что она привязанная все дни. Пусть поиграем. Ему тоже свобода нужна. КОНГЛИЙСК. Где у нас 1 день. Но где у него есть смех.